Алло! Алло, Паш? Да, я! Эд Гордей! Приветствую! Ну что, я вылетаю? Все, что в гости! Привет, братва! Как вы поняли из названия уже, мы снимаем третью версию челленджа Кто больше купит тачик за 2-4 часа? И в этот раз мы прилетели специально в Калининград, чтобы снять это с Пашей Пэллом 10 тысяч дзынь, 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 дзынь! Гордей, за пятнашку бы я дал? А по-честному, отдам! И вот таких много! Охота как-то по буянию С первого раза тронутся? Я с первого раза тронутся, порем? Разбили случайно пару Вас приветствуют! Вас приветствуют! Вас приветствуют! Автоответчик! Да что ж тут за анамольная зона? Поболтай, поболтай! Машина просто сидит, ждет, думает то, что он выиграл. Том-ямчик, тартар, шашлык и свинина. Можешь сожбем потом пару машин? Просить. Че, как жизнь-то? Да нормально, че. Своя область, свои правила, свои движухи. Интересно живем. Как тебе вообще в Калининграде? Пока еще не понял. Ну, по твоим рассказам, что у вас старшеки там все такое. Не, ну как, просто определенные понятия присутствуют, которые следует придерживаться. Но мы если нарушать ничего не будем здесь? Да, самое главное. Если честно, я всем предлагаю, если ты хочешь, можешь согласиться, не согласиться, не знаю. Да, я согласен. Точно? Да, да. 200к, ты тратишь, тот, кто выигрывает, забирает все. Да, без проблем. Слушай, знаешь, еще только такой вопрос интересный. Ну, в случае, если выиграешь ты, что ты будешь делать с машиной? Вот это я не знаю. Ребят, чтобы вы понимали, у нас Калининградская область, это не выездная зона. Отсюда, чтобы отправить автомобиль из Калининграда, например, в Москву, это нужно либо паромам, это 50 тысяч, либо на эвакуаторе 50 тысяч, либо, ну, чтобы твой человек продавал их где-нибудь здесь. Обычно мы распродаем на месте просто и сразу бутили сдаем. То есть, по сути, ты не... Если я выиграю, так делать не буду. Да? Я сразу к себе в деревню поле поставлю. Ну, вот есть дополнительная мотивация. Итак, все, с этим определились, это самое главное. Мы, кстати, ни разу еще не снимали постановочные, то есть всегда все соглашаются. Первое правило. Покупаем все тачки, вообще любая тачка, иномарка, иномарка, без разницы, потому что здесь и так вообще машин очень мало, как я понимаю, да? Здесь, да. Напряженно об этом купать. Здесь, в основном, люди уезжают в область, чтобы купить что-нибудь такое хорошее и недорогое. Мы сейчас находимся в центре. Это в центре Калининграда, да. Главное, самое главное, чтобы машина, короче, заводилась. То есть она может быть не на ходу, она может быть хоть без колес. Главное, чтобы мог сам завести. Сам, сам лично, чтобы никто тебе не помогал. Следующее правило, что ты не можешь, короче, машину сюда откуда-то заказывать на эвакуаторе. То есть она может, это важный момент, с Букиным было много споров. Ты можешь ее куда-то привезти в город. Самое главное, чтобы именно вот сюда не привозить. Потому что если ты сюда привезешь и рассчитаешься, тогда это вообще не имеет смысла. Можно, в принципе, здесь стоять, всем звонить, и чтобы все сюда привозили тачки. По аккумам. Тачка может быть без аккума, но тогда ты покупаешь отдельный аккум, и эта сумма вычитается... Ну, можно бы уж не взять аккумулятор. Да, и сумма из бюджета вычитается за аккум. Когда приезжаешь на место, ты покупаешь тачку, когда выдаешь бабки, и далее все. Ты можешь оставить человека, который будет заниматься договором, а сам уже уехать покупать следующую машину. То есть главное, сам момент сделки сделать, чтобы там, не знаю, условно коснулся до машины. Ну, условно, чтобы ты был результатчик. И все, я поехал дальше. Я про... Слушай, с эвакуатором как получается будет? Вот эвакуатор самая главная проблема. Вот ты хоть раз вызывал? Я ни разу не вызывал эвакуатором. Ну, куда звонить вообще, ты знаешь? Да мы можем на крюка, вон, зачарок зацепить, на крюка тачку бросить и сюда дотащить. На буксире. Ну, в теории, да. А то, что тонер, ну, ничего не будет? Ты не боишься, что остановит? Ну, эта машина находится в ориентировках. То есть, если я сейчас поеду по городу, да, меня заметят, то все экипажи, всех экипаж заставят поехать и меня жестко очень... А ты не хочешь сейчас сам растонироваться? Нет, конечно. А сколько тебе человек будет помогать? Так, вообще, получается, я могу друзьям сказать, типа, вот тоже пацаны, ищите... Вот это момент сложный, понимаешь? Подписчики не могут помогать, вот. Ну, никакие сторисы не делают, получается, да? Да, да, да. Никаких призывов. Вот столько бабок на кону. Если честно, когда мы приехали к тебе, я думаю, что... Ну, так как ты не автоблогер, я думаю, ты вообще мало шаришь, короче, и будет как-то обидно у тебя выигрывать. Но сейчас, глядя на твою команду, на твой кортедж, на Гелик 6.3, я понимаю, что борьба будет интересная. Ну, что, удачи? Победит сильнейший. В 23.00 встречаемся. Поехали. А, готовьте чайку и погнали. Готовьтесь, все, Диман, уже выезжай. Я просто стою. Я чувствую, я уже чувствую, что мы точно проиграем, почему-то, я не знаю. Не наша территория, и будет говорить машина там-то, я даже пока в навигаторе пойму, где это находится. А у них команда тут, блин, 150 человек. Ну, ладно, надо сделать максимум, чтобы выиграть. Делаем, что можем, с тем, что имеем, там, где мы есть. То есть мы уже можем ехать отсюда? Кома! Договора обязательно, да? Ты уже поехал? Все, давай, следи за ними. Давай. Павел, жесткий командир. Ходит там, рулит туда-сюда-то за тем. Тихо, я пойду за тросами, за аккумулятором, вы едете за договором сразу на Багратиона. Мы сейчас в разные стороны разбегаемся и на телефоне. Не-не-не, я тебе предлагаю, чтобы мы все вместе от вас... Смотри, Дима будет ездить один. Машин продается вроде как много, но все они с какими-то странными фотками. Вот такие фотки. Дима, что? Такой момент. Пацаны предлагают, типа, ну, разбежаться, типа, знаешь, кто-то с аккумуляторами поедет. Ну, естественно, я буду все забирать. Или это будет нечестно? Или все ездят со мной? Ну, это нечестно, да. Я тоже так думаю. Все, тогда ездят все со мной. Да, да. Все, за мной гоняй! Никто не разбегается. За мной гоняй, никто не разбегается. Все. Погнали. Сейчас покажем слаженную работу нашей команды. Добрый день. Звоню по поводу Гольфа. Продается еще один с первого года? Тем, ты на связи? Дима уже начал, я думаю, обзванивать. Да, я уже. А сейчас можно подъехать, посмотреть, его купить? Пол четвертого, можете. Хорошо, пол четвертого, а на какой адрес? Вы там откуда? Ну, я не местный просто. Свет вам были? Нет. Ну, скажите адрес, просто я в навигатор в объем приеду. В общем, все, с одним договорились на 15.30. С другим сейчас Мишаня тут нашел какой-то за 23 тысячи, вроде как, отдаю тачку. Вообще в 15 минутах, так что сейчас все гоним туда. Никто трубку еще не берет. У нас, кстати, русских машин вообще нету, практически нету. Очень тяжело найти. Какую-нибудь там, не знаю, убитую шаху, ее все равно будут отдавать за 30. Заходи. А договор купли-продажи можно будет распечатать? Можно, пожалуйста, бланков 10. У кого паспорт с собой, ксерокопия? У меня нет. Ну, не ксерокопия, а фотография. Все, беги скорее, там сейчас я распечатаю. Абонент не доступен. С паспортом Антокин ксерокопию делайте. Вот он, купли. Максимально тяжело найти. Так, какой-то битый Opel. Мне кажется, Дима сейчас уже опередил. Смотрел ролики, в основном всякий хлам битый. Покупает, главное, чтобы он заводился. Едем в каком-то лесу уже. Я вообще не понимаю, этот город очень странный. Так, показывает вот этот сзади. Тачка Toyota Karina 89-го года. О! Это та самая первая тачка на прокачку у нас была. Вот такой кузов. Выглядел так же. Миша, позвони, скажи, чтобы нас встретили. Мы стоим у шлагбаума. Это Толя. И сегодня он отработал целый день в своем сервисе. Ну, точнее, в гаражах. И день у него был не самый удачный. А это Анатолий. Он сегодня ушел с работы в хорошем расположении духа, потому что, как всегда, вовремя получил зарплату. После смены принял горячий душ и надел парадный костюм из своего шкафчика. Вот так прошел рабочий день Толи. У него за всю смену был всего один клиент, и он копался в его ведре целый день, потому что у него не было нужного инструмента. А еще он очень сильно ударился головой. А вот у Анатолия сегодня было много клиентов, и он очень быстро решал их неисправности, потому что у него в боксе есть все, что нужно для продуктивной работы. Выручка у Толи сегодня не очень, но завтра наверняка у него все получится. Так что пожелаем ему удачи. У Анатолия таких проблем не бывает, ведь он работает в фитсервисе, у него есть трудовая книжка, отпускные по среднегодовому доходу и всегда есть клиенты. Хоть у Толи трудности, но зато он сам себе директор. Куда уж Анатолию до него? А что Анатолий? Анатолий прошел обучение в центре обучения ФитЛаб и становится директором станции, на которой работал. Братва, фитсервис ценит людей, работающих руками, и работать у них это реально круто. То, что мы рассказали в этой истории, это лишь малая часть плюсов. Так что прямо сейчас переходите по ссылке в описании и оставляйте отклик на вакансию автомеханика. Все, мы сделали. Подожди, что у нас там по маршрутку? Что еще раз? Держинка. Держинку заезжаем, смотрим автомобиль, потом на Борисова. А вообще сколько? Дальше договаривайтесь. Мы с аккумуляторами не заехали. Дай, Артем. Артем, ты промониторил, где можно аккумуляторы взять недорого, хотя бы штук пять? Женя собирался на разборку уже ехать за аккумуляторами. А он уверен, что там есть? Ну, я думаю, сто процентов должно быть. В Калининграде реально очень жестко что-то найти. Слушай, ну мы же можем тачки пригнать на аккумуляторах. На одном пригнать, а потом снять с черков и поставить туда аккумуляторы, и все тачки стоят с аккумуляторами. Где машина? Вот это? Первая тачка. Дружище, здорово. Как зовут тебя? Давид. Давид? За сколько ты эту продаешь? Тридцатка. Тридцатка? С сакумом? Все. Сел, завел и поехал. Давай так, нижний, посмотри. С дисками с этими? Нет. Нет, серьезно? Нет. Ты сейчас их снимать будешь? Да. Тридцатка звонил пока, он уболтал, чтобы цену снизить без дисков. А так за сколько она у тебя? Тогда за 40. Блин, братан, ну отдай нам хотя бы за 20, ну по-братски. Ну ты блин, об. 20 или мало, блин. Блин, давай за 25, пожалуйста. Ну вот, пожалуйста, давай за 25. Городеве привет передашь, скажу, чтобы тебя в сторисе отметил. Опа. Тогда за 20 можно. Ребят, отдадите за 25 тысяч. Пожалуйста. Очень надо. Вручайте. Братик, а есть вариант за 20 нам его что-то дать? Нет, нет. Это уже 100%, да? Сейчас могу сказать, давайте я его за десятку прямо сейчас покупаю. За десятку продам. А завтра за пятерку продам. Так не честно. Так вообще не честно. Так не честно будет. Дай еще раз ему позвоню. Да. Дима, еще раз тебя беспокоюсь, смотри, такой вопросик. А ты, когда покупаешь автомобили, ты можешь? Ты говоришь, купишь сегодня же, например, на парковке дешевле эту же самую свою машину. Нет, так нельзя делать. У меня собираешь дешевле. Так нельзя делать, все так не делаем, естественно, все четко. Как дела у тебя? Ну вот, приехали смотреть первую тачку, а у тебя как дела? Тоже приехали смотреть первую тачку. Слад, давай. Давай, давай. В гараже хранил или даже? Походу у нас у тачки гаражное хранение. Она называется? Да. Ну так. Самончик неплохой даже. Тойота. Японцы делают вещи. А тут вся на ходу, все работает. Кто-то выгоняет. В принципе, на такой тачке можно даже самому доехать до места. И посмотрите, как смотрится мустанг красиво. Вот просто такая сочная тачка. Еще в таких гаражах. Сколько? 23, да? Да. Вот так вот на тебе 20. И все. И все. 22. Тяжело прощаться с деньгами, да? Тяжело, да. Тойота Карина. Звучит красиво. Карина, классное имя. Если бы она была внедорожная версия, то бы Тойота Карина. Ну что, заключай договор, а мы погнали смотреть следующий. Да давайте за 23. Братаны, вы пожалуйста, не поручайте. Ну, видите, я продал бы вам завтра за десятку, но не могу. За десятку. Да ладно, мы можем сейчас на двух рублях много времени потерять. Парни, лавандос еще надо заехать, снять будет у меня с собой 80. А кум по ходу севший, наверное, будем толкать. Он зарядится, генератор нормально работает. 25 тысяч, пацаны. Цинь, да. Ну, это не наша тема. Все, полинял на 25 кубасов. От души. Так. Ну, надо бы завести еще. Кросьба небольшая. А, ну не завели еще. Нет. А, давай тогда деньги, брат. Да нет, нет, подожди. Запустится она, 100%. Машантуху оставить. Машантуху оставить, а мы его подберем потом. Я покупал машины дешевле и в лучшем состоянии. Но это сделать вот так вот спонтанно, это сделать нереально вообще. Ладно, полетели дальше. Все, прокладываем маршрут. Ехать 19 минут. А, вот же место. О-хо-хо-хо. Этот гольф я забираю себе. Кодрю капец, смотри на него. Здравствуйте. Что, какая цена? Сколько на него купить? 27. 27? Что, за 22 не отдадите? У меня на 40 были, зло. Я понял. А что делали? Рулевую менял рейх. То есть, по Граду, на ней ехал, под Балтийский, еле доехал у нас полтора оборота, бля, куля, туда-сюда, на рулевую рейху, на мере, тоже по лучшему, нахуй, развал сажения делали. И 30 больше не было. А сейчас уже делали все, да? Ну вот, мне недавно сделали, когда, месяц назад. Ну все, давайте купим. Поехали, я до работы доеду, ехать в ту сторону, это самое. Сколько ехать? Километр. Километр? А, ну поехали. Давай ты рядом туда тяду. Давай. Я остановлюсь уже там. Ну ты и домой. Да все, и все. Отдайте мне трубку, дайте трубку. Это кто? Паш Пел? Вы гольф хотите купить? От Паши? А, ну все. Нет, все, мы купили его уже. До свидания. Нище, блядь, нету, нахуй. Вообще, если честно, я сам не лазил, сам я не видел, блядь, просто это, блядь. Тот, тот, кто меня менял, говорит, блядь. Я говорю, дись, я говорю, дись, ну лизь, ехать. Это лучше поменять, да? А? Лучше переварить днище. Ну конечно, ехать. Приветствую, меня зовут Паша. Из чего у нас тут небольшое шоу снимается? Документы на личный. Говорит, что ему сегодня уже предлагали. Давай за 26. Нет, 30, пацаны, последнее. Ладно, давай, это нормально. И это будет самая дорогая машина, которую мы сегодня купим. Получается 30. Блин. Так ему, тебе перевода, может, можно? Да, может, мы перевода. Давай перевода, давай, 29, да? 30. Ну давай, давай рубаху. Вот жулик. Деньги-то пришли? Да, пришли. Все, это самое главное. Давай, теперь хоть салончик. Ворота открываем, да? Салетим. О, сиденья, нифига себе тут. Так, может, ты сам пошли не поедешь? Ну давай, я поеду. Нормально мы купили машину. Ну, этот студент, видно, даже, мне кажется, это даже подросток. С ним торговаться, видно, что ему эти деньги нужнее. Так, получается, что мы купили? Audi 80. Самое главное, это мы купили ее без торга, за 30 тысяч. Посмотрим, как дела у Димы Гордея. На холодную она, ну, немножко в общем, пользуется. Ну, я как, я даже здесь вот, мы ночью заканчиваем, я завожу, мне по***ть, я ей побольше, я спутил. Трым-трым-трым, пока она немножко, безкочегарится, там, метров 300-400 я бы проехал, но, то есть, она, ну, все нормально. А что, 2000 могу на карту кинуть? Очень колоритный, колоритный мужик. Газку, газку, дай. О, еще, еще. Глянь, я тоже такой, я сел, но не с первого раза тронулся. Я с первого раза тронулся, борь. Слушай. Блин, если сегас не дону, блядь. Хе-хе-хе. Все. Гоня. Гоня. Я. Блин, блядь, не помните, нахуй у меня есть. Ты че там решил? Педали перепутал. Ладно, ладно, давайте. Все, счастливо. Давай, удачи. Максимально колоритный тип. В общем, чтобы сэкономить время, мы поедем навстречу Лехе. Времени сегодня меньше, так что надо ускоряться. Сейчас, секунду. Вполне адекватная тачка. Вот такие бабки-то. 27 тысяч рублей, мать его. Просто дешевле, чем AirPods. Просто можешь купить машину, спокойно ездить, кайфовать. Я вот здесь об этом мечтал, чтобы купить любую тачку, просто на ней ездить. Кидать велик и ехать ский парк кататься. А сейчас мы просто покупаем. Скорее всего, ну, реально, вот честно, наверное, первый раз я не особо верю в нашу силу, потому что новая локация. Мы очень много времени тратим на перемещение. Мы не знаем территорию. Блин, ну, короче, здесь тяжеловато. Интересно, как у Пелла дела, но у нас пока так. За 20 отдадите? Да. Шикарно. Теперь смогу до другого двора доехать в Калининграде на ней? Теоретически, это было нормально, но я не стал. Заводить? Почему? Что случилось? Значит, нету. Я вчера, когда я его составки допускал. Ну, да, сейчас заберем. Здесь должен стоять 190-й Мерседес. Немножко в убитом состоянии, но главное, с документами и на ходу. Дима сказал, что она может вообще хоть без коробки, главное, чтобы завелась. Ты всех спрашиваешь по телефону? В смысле без коробки? Да, конечно, я же подходил, спрашивал. Ну, хрен мы тогда покупаем вот эту элиту. Элиту. Рядом желтый встанет. Это была самая дорогая покупка за сегодня. Да, просто дешевых не осталось, только на авиатор. Сейчас все школота... Там тачки скупают, все сразу на десятку кверху. Раз. Да, 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 я тоже боялся. У нас монополия, как раз и жесткая. Здорово, Гордей! Мы смотрим Гордей просто, сами прикольно. Мы даже не ожидали, что мы окажем. На этом видосе должно быть больше всех лайков на этом видео Диме Гордей. Так что, ребят, пожалуйста, постарайтесь. Я думаю, в этом акума нет, когда мы его заведем. Если его заведешь, он может ехать без генератора. У него вакуумная система топлива. Ну, в итоге, если запохните, я не знаю, далеко ли вы уедете. Гордей, за пятнашку бы отдал. По-честному, отдал. И вот так и немного, я отвечаю. Вито по лицу отдал бы, отдал бы. Давай, если заводится и уезжает, то 20. Если не заведется, то... 18. Все, Паша, завернем. Да что ты, что ты? Вот, твои приказы. Раз. О, все. Поехала вообще, как люка. Погнали. Гидрочай нету, говорит. Ну, все, прямо ставь. Ровная руль, ровная руль. Ни одного аккумулятора, ни одного инструмента у нас с собой не было. Насос есть. Насос, да, есть только. Это доказательство к тому, что мы не готовились. Реально не готовились. Азарт дикий. Ты что, шляешь, да? Блин, вот оно. ТТС, СТС. Да нет, вот эту машину надо конкретно крепить. Если вдруг ментов видите, какому-нибудь облау, сразу летите на чертах. Сами можете даже припарковаться к ментам, чтобы я смог проскочить на эту. У меня нету вообще, я же ничего не брал, мне ничего не сказали. Если аккумулятор есть, поставь, попробуй. Поехали, купим инструмент или что-то сделаем. Вау, у нее нет необходимости. А как она поедет, тут что-то не хватает? Здесь фильтр должен стоять, он в багажнике валяет. Соляра, что ли? Да, да, вот сюда, это, короче, бак попы. Просто, он бак сзади есть, но что-то с ним не подключу, я не знаю. Вот, Тём подключает бак. Вот раз, и там еще второй. Вот это... Вот, суки, по идее, я сейчас могу ехать следующую машину смотреть, но я вас не брошу. Ну, давай-то с толкача будем делать. Давай, с толкача. Давай, давай. А как вы его заводили? Просто клемма накидываешь, лампочки горят. Акун накинули, и стартер замкнули, и все, и он завелся. Давай, попробуем. Завелся. Завелся. Пока сейчас ждем продавца второй тачки. Встретил подписчиков. Уже пробили. Что, вам фотку? Ну, давай, так. Здорово. Что, не ожидали встретить? Вообще, сейчас вот, ну, показалось, может. В Калининграде-то, да? У меня аж мандраж. Все, спасибо. Спасибо большое. Давай, давай. Был уже купил две тачки, походу. Так, 20 тысяч. Как и договаривались. Все, рука. Рука. Все, удачи вам в эксперименте. Гордей, я бы, конечно, за тебя болел, но буду болеть за ребят. Надо было приезжать раньше. Авто, за которым мы приехали, стоит за 30к. Думаю, за 25к заберем. Главное, тщательно, тщательно выбирать. Все подряд не покупать. Есть шанс, что это они ее продают. А, да? Да, вон здесь стоит. Пойдем, пойдем посмотрим. А, это вы продаете? Да. А, ну да. Походу, сейчас скидка будет нормальная, да? А кум есть, да, все нормально? Нет, наоборот аккумулятор, да, он заводится с пол-оборота. А можно аккумулятор подставить? Да, без проблем. А сейчас, а сколько аккумулятора дадите? Или что, вам нужен? Аккумулятор этот, ну, по сути, нет. Ну, просто он сам как бытовый. То есть нужен новый аккумулятор? Да. Ну, в целом. А вот сейчас ее можно включать вести? Если прикурить. Да, есть еще какие-то. Ну, провода какие-то есть. Да проще вот толкнуть, она вот буквально 2 километра в качи называется. 2 километра толкаешь, бляд, братан. Нет, сейчас. А, сейчас. А, сейчас. Есть еще Ford Escort, 1.8 инжектор 90 лошадей, полный порядок документами. Ну, как бы все закрывается, люк даже рабочий. Заводится на минуту, вот, 10 секунд проработает? Да, секунд 10 проработает. Сколько стоит? Сколько стоит? За 18. Забираем. Все, забираем. Там свечи на кау, это дизель. Вот это дизель? А, фигарь, это дизель. Это дизель, да. Сначала свечи на кау, да, там подождать, когда он погаснет, потом заводить. Чуть не гаснет. Ну, надо секунд 5 свечи на кау. Все, да? Да. Трактор просто наизу. Дошли? Можем подсказать светоборчик? Сколько? 2-4 и та... Давайте пойдем заведем, да, попробуем. Там тоже аккумулятор есть, но там вообще нульцевые, если честно. Да, там даже эти не горят. Нульцевые – это новый процесс. Обычно нульцевые говорят «новый», да? У нас нульцевые – это «доп». Ой, Антока поехал за эту Ауди, которую мы за 30 тысяч купили. И она встала, нет бензина. Ну, я сразу понял, что она течет там. Главное, чтобы мы сейчас доехали. Даже ремень не пустегиваться. Походу, поцелок мочился. Соляра на месте. Че тут насос, не насос? А у вас осталось меньше километра. Да я знаю. А че случилось? Машина встала. Все, не хочет заводиться. Я с третьей передачи пытался завести, не заводится. А Анатолер есть? Да есть, вон, все есть. А троса нету. Алло, Олег, купи трос, пожалуйста. Лежа несется. Я уже терм, как трус купили. Что такое? Короче, соляра есть, не знаю, просто заглохла и все, я на третий пытался заводить на второе. Давай, прицепляйся, все, отгоняй, отчурок. Артем, давай побыстрому на буксире, потом будем разбираться. Подъезжай, тем, чуроком. Давай, ладно, я сам потащу. Все, поехали. Завелся. Так, что, пробуем заводить, да? Ручная? Да. Еще и. Прикольно. Можешь оставь открытый? Да. Стиль. Давай, снимай через верх. Меня всегда радуют люки. Тут ничего нет, да? Можно заводить. Да. Газа, газу скинула. Блин, справа все. А нет, цепляй не надо здесь. Все, тускает, ну, ключик. Просто разгазов, газу, газу. Все, пойдет, пойдет, а то мы заведем. Нет, у нас грая 100 тысяч. А сколько стоит гольф? Ему неинтересно. У него зеленый стополист поем не подает. Так, короче, 18 плюс 24, 3,42, да? Выгляд, пацаны, что вы, ну, как-то пацану гости приехали, что, может, и полотенек тогда округлим. Да нет, честно, как бы тачки надо и пусть и нули, да. Давай, нормально. Я сам понимаю. Раз, два, три, четыре. Так, а, это что? Это от нее. Это от нее. Пока закрывали капот, разбили случайно пару. Что, раз мы купили уже, можно залазить туда на крышу? Охота эта самая, как-то побуянить. Успеешь. Тут можно, кстати, это не Москва. Может, сожгем потом пару машин? Праздничный. Ну что, пацаны, давайте сход развала делать. А смотрите, вот, посмотрите, парень, похож на Милохина? Я битый пишу, а наш репорт. А это Суба. Это Суба с Эдвардом Биллом, смешно. Миша, ага, слышал? Так, я же. Антон, как тебе? Я не видел. Антохи нету. Ты где, братан? Где, где? На московском? А че? Зачем вы все вместе тогда за мной поехали? Вы знали, что он там встал и бросили его? Кто знал? Так же, как ты знал. А, че ты не позвонил там, стоишь там во флишь? Че, уж он шатался куда-то, что ли? А вот, здрасте. Лено продаете? Да. На ходу заводится, документы есть? Короче, есть Лено. Идите сюда. За 16 тысяч с аккумулятором, на ходу и с документами. Но так же снято с учета. На ходу. Ну, заводится. Можно на ней приехать. Все, мы поедем. Форд Сиерру увидел нормально, но она 25 тысяч вон. Ты вот эту, да, смотрел? Я ее не смотрел, я тебе говорю, я знаю, где она стоит. Ну, это она, да, в чекном? Скажите, пожалуйста. Приедем, приезжай. Говорю. Здравствуйте, звоним по объявлению. Мерседес еще продается? Да. Чувствую подписчик. Да, 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 есть такое. Ну, Мерс старый вот такой, прикольный, антуражный. За 35, я думаю, за 30-ку заберем. Вот она, следующая тачка. Покупаем потихонечку, помаленечку. Так, без очка уже. Пэлл там уже, походу, весь Калининград помогает. Он там, как мне сказали, уже много тачек скупил. Но мы не спешим, тщательно выбираем, торгуемся. Мне очень сильно кажется, что он не заведется, если честно. Ну, это кажется, что он не заведется, но скажем, давай. Давай заберем. Алло, да. Алло, здравствуйте, я у Мерседеса стою. Сейчас, подойду. В общем-то, что, ребята, хочется сказать. Ситуация действительно накаляется. По моим источникам, Дима купил уже 4 машины. Мы купили 3. Но вопрос стоит в том, кто больше потратил денег. Дима купил уже 4 машины. Дима купил уже 4 машины. Это самое лучшее, по-моему, за сегодня. Будренько прям. Лучше, чем Ауди, это за 300 тысяч, стопудово, уже вижу. У вас машина с документами, да? На ходу. Она на вас оформлена, да? Я даже торговаться не могу. Я вижу, машина в порядке. Не просаживай, не переворвай. Клапан. Давай 2, не всегда. Не всегда. Смотри, давай 23, но родной мотор я не отдам. В смысле? Какой? Соберешь мотор? Нет, который валяется. На машине. Ремень персекло. Че? А о чем? У меня здесь. Это у меня в Мерседесе ремень персекло. Да, это в Мерседесе ремень персекло. Даже ремень не персекло. Тогда 22 по рукам. Да. 22 тысячи по рукам. Возьмите 22 тысячи. Пересчитайте. Это я могу сбиться. Почему он стоит 35? Это же просто кусок говна. Просто посмотрите, вот на него ржавчина. Просто жесть. Причем, заметили, мы ни одной Жиги не купили. Все тачки иномарка. Это вообще Мерседес. Это вообще Мерседес. Блин, на самом деле, такую тачку купить и восстановить, это вообще пушка будет. Здорово. Что, поснимаем тут? О, нужно. Да, поснимаем. Что, заводится тачка? Конечно. Покажи, я не верю. Какое состояние у машины. Реально завелась. Это типа люк, да, такой? Или что это? Законим. Законим. Законим, проверю я. В принципе, нормально. Что там, какая окончательная цена? 130. Давай за 30, за 30 мы его возьмем. Соглашаешься? Да. А какого-то плохого аккумулятора нету? Любого? Плохого? Не, нету. Позвонил знакомый и говорит, что в Калининграде на каждом повороте мера стоит. Вот все, Емельянова вокруг стадиона, прям реально, как будто нас ловит. Да ладно. Прям вообще. Ладно, да, я сейчас позвоню, спрошу. Надо пилотировать, чтобы кто-то перед нами ехал, чтобы нас не отобрали. Но тут более-менее ровная тачка, поэтому проскочим. Главное, нашу тренировочку, ребята, чтобы не остановили. Давай. Он говорил, что он слабенький, а Кутик. Прихвалил я немножко. Давай, Антон. Антон, давай так же, как заезжай. Все, быстрее, быстрее. Летим, летим. Вот, значит, команда. Ну, у Димы вообще тоже крутая команда. Я приезжал к нему на день рождения, неделю назад, и я был в шоке, конечно, от той вечеринки, которую он замутил. По автомобильчику. Ну-ка, напомните, какой автомобиль, потому что много номеров. Девятка. Вишневого цвета. Она на ходу, документы есть? На ходу документы, головные. А можно вас попросить на ТЭЦ подъехать? НСКАЯ 58. Блин, если бы были бы благодарны, посмотрели бы сразу на месте. Гайцы стоят. Гайцы стоят, поехали, поехали. 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 Хорош. 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 Поехали. Прямо сейчас? Прямо сейчас, если нового есть возможность. Ну все, на парковке, вы где? Минут пять, все, ждем, давайте. Мы не заведемся, не глушись. Поболтай, поболтай. Вот стакан на месте. Дай я ему сам позвоню. Вас приветствует автоответчик. Да что ж тут за аномальная зона? Он едет, едет. Вас приветствует автоответчик. Вас приветствует автоответчик. Алло, езжайте на Янская 58, едем с Реноха. Жигули не подъехал. Владелец Жигули так и не решился заявиться, хотя говорил пять минут, и все, и подъедет. Сейчас трубку не берет. Не знаю, может быть, Дима опередил как по нас, или еще чего-то. Дима опередил как по нас, или еще чего-то. Да надо, не хватит денег. Не хватит денег? Такой салт я делал, что ты не можешь заработать на аккумулятор, что ли? Кручишься, вертишься, блин, типа что? Я тебе номер у меня стоит 150 тысяч. Ты номер посмотрел? Забирай номера. Что угодно, нам просто нужна машина, чтобы у нас куча заводилась, и все. Можно без колес? Колеса можем вам отдать. Я забираю колеса, отдаю вам аккумулятор. Как его увезет? Мы привезем ее на место и отправим его колеса. Да? Да. Что, не может, что везет сюда аккумулятор 2-3 тысяч поставил? Ну, у нас бюджет ограниченный, мы не можем. А где-то вам колеса отдадим? Нам аккумулятор важнее, чем колеса. Пацаны, я вообще эту логику не понимаю. Колеса отдать... Это сложно понять. Это русский YouTube. Не понять логики. А, вы еще съемку делаете? Короче, продайте нам за 30-ку, мы вам колеса отправим. Реально, честно. Слово пацана, даю, что колеса отправим вам. По-другому. Можем... Ребят, давай... За 28 можем без аккумулятор. За 28 200. Мы просто по 1800 можем найти аккумулятор. Да? Ну, давай. Да, окей? Давай, окей. Все, супер. Сейчас, значит, рассчитываемся с Мерсом и отправляемся за следующую машину Opere. Владелец уже нервничает. Алло, здравствуйте. Мой друг там договаривался с вами. Вот, мы через 20 минут будем и купим машину у вас. Что, под восстановление хотите взять? Да тут весь столько надо вложить. Все, двигаем дальше. Алло. Алло, вот мы возле коричневого забора стоим. Я подойду встречу. Ага, спасибо. Или давай, может, заглушившись, с пацанами толкнем. А посмотри, может, аккумулятор зарядился, братан. Не стой на них. Здравствуйте. Не укусит? Нет. Спачно? Ай, молодец. Хорошая девочка. Бал здесь стоит под деревом просто два месяца. То есть, какой вас выжил. Блин, классно. Ничего, брат. Есть новое сцепление. Есть новое сцепление? Есть новое сцепление. Мы его поставили где-то два месяца назад. Потом уже пахнули. Это стыдно торговаться, потому что вы сказали, новый аккумулятор стоит на этом автомобиле. Может, подбросите еще чуть-чуточку. А я тебе просто подарю старый аккумулятор. Нет, мне аккумулятор нужно именно купить. То есть, мне нужна фиксированная стоимость за автомобиль и фиксированная за аккумулятор. Ну, давай, ладно, 500 рублей скину. Спасибо. А за аккумулятор сколько? Ну, давай 500 рублей. Ну, ее поймай. Все, я понял. Все понятно. Все, сейчас. Тогда нам остается перечислить ему деньги, коробку закинуть. Аккумулятор закинуть. Все. Иди садись сразу. Не-не-не, Тём, давай ты, наверное. Единственное, что... Антон, попробуй ее сейчас. Конечно. Это самое. А, девятка. Я почему-то думал восьмерка. Чуть-чуть жуки, смотри. Братан, что-то какой-то косяк я в ней подозреваю. Ну, как так 15 тысяч? Давай 11. 11? Почему 11? Кучный косяк какой-то. Ну, скину за крыло. Ты меня знаешь? Да, если честно. А Дима, как две, знаешь? Знаешь? А ты знаешь, что у нас сейчас между ним парит такое заключено? Кто больше машин купит, точно не знает? Здравствуйте, мы на месте. У дома вашего. Хорошо, сейчас. Он, наверное, только выставил. Модель Opel'а. Рекорд. Блин, ну он вообще в порядке. Ржавчины нет. А, нет, есть, конечно, ручки небольшие. Там. Ну, в целом, по сравнению с предыдущими тачками, машина в порядке. Берлина называется. А рекордер что сзади? Комплектация, может, нет. Комплектация рекорд? Давай. Спасибо. Так, никого у нас 16 тысяч вышло, да? Да. 16 тысяч. Это прекрасное Рено. Но это иномарка, поэтому цена такая. Вон там сейчас человек подъехал нам свою лайбу за один, предлагаю. На предыдущего, короче, запрет на регистрационное действие. Я еще смотрю. На учете, на учете. Так ты поэтому из-за запрета так дешево отдаешь? А что сразу не сказал? Да, просто спросили только. А ты знал, что она судебный пристав? Да, я все знал. Короче, вот прям сейчас, прям сейчас даю десятку, отдаешь? За 10 тысяч. Прям сейчас даю пятерку, отдаешь? Восемь. Восемь? Ты серьезно? Странный какой-то. Братан, рассказывай, ты мне кажется, ну ты от кого? Ты за сколько ее покупал? А как ты нам сейчас за 8 лет продаешь? Блядь, это за 9. Десятку тебе даю. Номер телефон, давай сейчас, я не буду. Все, 10 тысяч джинь за этот темный аппарат. Все, давайте толкай на серию, бей. Давай, Дом. Алло, вы с этим кентом сейчас едете? Короче, если он с тобой рядом, попроси его мне десятку обратно вернуть. Жига слетает с продажи, я не хочу ее брать. Я 100% вижу в ней подвох. Короче, 100% все не надо. 100% не надо, эта машина не стоит 10 тысяч, 8 даже, как он говорит, 100% не стоит. А какие-то темные моменты, я в этих не участвую. Спродаю, тогда продаю. Обратно вернул мне 10 тысяч от Новрусбек Тахма Розович. Ну, все, короче, ладно, я понял, давай, что там как дела? Вы поняли, короче. А это что? Подержать. А, или это как в комплекте идет? Смотря сколько заплатите. Будете что-нибудь смотреть, нет? Ладно, заводь, секреты, наверное, нет. Почему? Есть секреты. Есть секреты? Конечно. Особенно зелё, да. Одни секреты. Так, я покупатель, да? Мы сделаем все в рамках законодательства. Нет, проблемы не нужны. Привет. Какими вы судьбами в Калининграде? Я ж не влезу в фотоаппарат, я в мою. Спасибо. Как вас зовут? Ты Михайлович. Спасибо, Дим. Держите, пожалуйста. Удачи. Давай, да, с вам так же. Я понимаю, что это сложно, поверьте мне. Реально сложно. Удачно. Что, пацаны, давайте быстро заходим, поехали. Ну, кто принимал? Ну, например, что подписчики каким-то образом, может быть, узнали и подогнали свою машину за смешные деньги, такое типа, можно? Ну, да, я такого на них я продаю. Серьезно? У нас было бы такое, что Литвину бесплатно сдавали машину. И что, он принимал? Ну, он либо 5 тысяч платил и забрал данную куплю. Серьезно? Да. Короче, не смотреть на соотношение цена и машина, да? Нет, нет, нет. Если они типа ее отдают, у нее есть документы, она завалит, мог бы забирать. Понятно. Все, ладно, давай. Ехать надо. За вами, да, ребят? Смотрите, оператор. Давно до не заводился, ребят. Амулятор есть? Объясни все, как есть, чтобы не было недопониманий. У вас цена 35? 30. Блин, ребят. Я, потому что я звонил часа до полтора назад, было 25. Блин, по-братски, сделайте торг, ребят. Сколько уходите? Блин, ну, если за 20 тысяч отдадите, будем очень благодарны. В пятнах вообще будет нормально. Пацаны, выручайте, пожалуйста. Уже время у нас тоже вот так вот так вот просто подходит. Да, вот осталось вообще пару часов. Вручайте, ребят. Согласен? Серьезно? На сколько? 18. 18? От души. Вон, наш друг едет, которого мы обидели. Братух, блин, меня извини. Извини, что не мну, такую бочку накатил. Че, готов? Серьезно? Все, давайте, тогда брать. 10 тысяч обратно, дзынь, за вот эту малыку. Блин, на душе тебя дай, я тебе не даю. Все, спасибо. Все, поехали, заводись, поехали. Тачка-то на самом деле суперкомфорт. Мы купили ее за 30 тысяч рублей. Она абсолютно нормальная, все работает. Посмотрите на салон. Короче, вообще, просто кайф. Я просто еду и кайфую от того, что еду на тачке. Тем более, за всего лишь 30 тысяч рублей. Салон какой, смотрите состояние. Сидушек. Вообще круто. Я даже поверить не могу, что за такую цену можно купить. Вскомстане не может. И на марку, сухоль. Каш, ну мы тебе номер подарим. На смысле подарим? Если, ого. Ага. Типа вы выиграете и подарите номер. Да. Спасибо. Готовы? Да. На возраст. Я просто честно за телефон очканул. Иди сюда. 25 тысяч? У меня всего 59. Ну поехали посмотрим прямо сейчас. Погнали. Поехали. Своим ходом доехал на Opel просто на изи. Сюда? Что, мы выигрываем пацаны пока? А не только, что у нас машину увели. В смысле? Пацан, ну который готов бы нам ее продать. Ну. Типа я не хочу ждать вас. Так а что за лоб не оставили? Он не хотел. Там еще с Акумом непонятно, как он сказал. Окей. Так у него на одно больше? Нет, ровно. Ну сейчас ровно будет. А, да? Сейчас они есть... Так у нас еще денег на две тачки есть. А у него он сейчас 30-ку за нее отдаст, а у него не будет денег. Ну все, мы в игры, да. Надо ехать еще что-то покупать. Есть варик за 35 просто забрать и мало играть. Бэхов? Да. У нас, короче, осталось сколько денег? 40 ровно. А Акумы сколько выше? На 6 Акумы. У нас 44К осталось. Ну в принципе, если у них реально нету бабок, то мы... Ну это неизвестно. Но надо не еще уметь. Все, давай, пожалуйста. За двадцатку мы планируем. Ты че? Я у него кабана покупал полгода назад. Сейчас решил, короче, я думаю. Здесь? А вон она, стоишь. А! Так это этот чипец! Слышь! А Борисова, кто не приехал, мы тебе звонили. Акум, акум, акум машине. Акум машине на заднем сиденье. Не, ее толкнем, заверется. Ты перепутил цикл? Ты не можешь сказать, или че? Когда ты ее купил? Сегодня? Давай толкнем. Во сколько? Мы договорились. Во сколько? Сейчас назад, дед. За сколько купил? Они сказали, у нас телефон сел. За сколько купил? Ах, х**ец. Прям, давай, давай. Матри даем? Все. Нет, подожди, не 23. 22. Все, 22. Все, красавчик. Нет, все, брат. Все, молодец, красавчик. Да подожди ты, у меня 59 тысяч осталось. У меня осталось, если по 20 разделить. Ну, грубо говоря, я еще три машины куплю, и того у меня всего будет 10. 10 машин. Еще две тачки. Еще две машины. Ехать, тричь хватит на эти две машины. Но надо ехать, там базарить надо. Так, че с документами? Вот они документы. Ладно, давайте перечитаем. Сокуму забираем. Сразу на стадион Антоха приедет на твою. Давай, давай, давай. Давай, Тёма. Ладно. Поехал. Все, едем на стадион за Тёмой. Поехали. Двадцатка, да? Восемнадцать. Двадцатка. Ну, он купил ее за двадцать. Минус двадцать тысяч. Все, спасибо, дружище. Все, спасибо, пацану. Поехали в Швейке. Выигрываем, а я будет. Дай бог. Мне кажется, там уже потенциальные покупатели собрали. Дима уехал с нужной. Дима уехал, да. Ну, вот эти щудоки реально рабочие. Вот Женя едет. Пормози. А, вот еще машина моя купить за шнадцать тысяч. Блин, двести. Минус сто шестьдесят один. Тридцать девять тысяч. Две тачки на них, вариант сто худого купить. Ладно, поехали, короче, пыльчика посмотрим. Поехали в Болтон. Все, поехали в Болтон. Погнали! Нахрен я свою трещуганскую бицуху показываю. Ты лучше свою покажи, охранник. А дуйки раздали? Бицуху. Бицух. Блин, короче, стараюсь, что задержали. У нас сказывается бюджет. Ух, какая была. Да, у нас бюджет, короче, двадцать девять К. Так, с Акумом что? Решили что-нибудь? Лех, иди сюда. Акум у нас бюджета нет, да, тоже? Нет, мы у нее купили Акум. Да, но потом, как бы, отдельная стоимость этой машины получается. А, мы сейчас взяли другую тачку. Короче, от вас девять К готовы взять, потому что больше бюджета нет. Ну, как бы договаривали же тридцать. Нет, ну я извиняюсь. Ну вот, двадцать девять. Ну, ступи, пожалуйста, у нас типа там. Стоят соревнования, короче. Ну, я понимаю, как бы, все это. Паши подойдем к ним, еще посмотрим. Блин, так не люблю проигрывать. И каждый раз мы уже даже Пашу Пэлу проиграли, походу. Потому что мне сказали, что у него еще деньги остались, он сейчас будет еще покупать тачки. Я у них как-то на грузаке колесо клеил. Мазда, наверное. Короче, я скрывать не буду. Мы с тобой очень хорошо знаем друг друга, но не виделись года два, наверное. Без кофе. Плюс-минус. Мы приехали к тебе сейчас? Да. Две машины у тебя? Да. Покажи, покажи. Вот Мазда, вот Пежо. Кто с вами договаривался? За пятьдесят, за пятьдесят. Серега. Да вы это оператор, у вас позвонил. И сколько за две? За пятьдесят на две мы хотели. Ну, если мы две сейчас забираем, сколько? Разом две. За сорок за сорок. У меня сорок нет. Короче, давай за тридцать пять. Две тачки. С аккумулятором. Ты поставил все, да? Аккумах нет. У нас нет аккумуляторов. С вашими за тридцать пять. Не, вообще, в принципе, у вас есть аккумы? Нет. Ладно, за тридцать пять хорошо. Не факт, что у Катяина. Ты что, согласен? За тридцать пять реально отдаете? За тридцать пять отдадим. Сейчас, но самое главное, завести вот эти две лайбы. Это Peugeot 406, если я не ошибаюсь. 405. И Mazda 600... Нет, 320. 626. И у меня остается еще 4000. По-моему, три аккумулятора мы еще должны купить на эти деньги. Минимум. Завелась и закохла, я считаю. Братан, да это, походу, М3. Да, конечно. Встань, написано. ННХ номер 1. Да, 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 я же тебе показывал. Что значит? На, нахуй. BMX. Бренд. О, здесь еще и шестикотловый движок. Все, ребят, смотрите. За 29 это будут, получается, четыре железки на ней. И без лба. Четыре железки на ней, значит. Ну, без литья поставил сейчас. Без проблем. И лба, в принципе, не будет. Давай, 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 снимай. То есть мы его снимем. Да, да, да. Это быстро? Подожди, стоп, 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 стоп. Чего? А, что тебе еще из этого ценно, что ты можешь сейчас снять? И еще дешевле? Нет, и еще дешевле. Салон там, может. Как вариант, крыло левое. Снимай. Хоть все крылья. Хоть все крылья. Бампера можно снять. Бампера можно снять, да? Капот можно. Капот. Все, а еще, можешь все на весной снять. Хорошо, сколько времени у нас есть? Час. Ну, если скинем пятак, нормально будет? Ну, по-моему. То есть 25. 24. 25, ребят. Увеличивается цена на следующую тачку. Но все равно, походу, даже если мы купим эту, купим еще одну, мы все равно проиграли. Да пока не загадывай, они еще завестись должны. Ну, да, еще должны все тачки завестись, это тоже немаловажно. В прошлый раз у нас тоже все машины были, было поровно, но по итогу, нахер завелась. Ну, сколько котлов работает? Три-четыре? Я думаю, наверное, все работают. Нет, что, на троих жестко. Есть закон такой? Да. Вот и поедем. Может, какая-то за 20, какая-то за 15. Вот это за 15, вот это за 20. Еще раз давай. Тут такой кулак просится. Отойдет. Сейчас, ну... Поршень может выскочить. Все, глуши. Все, нормальный Варик, там на стадионе это сработает, и все, больше нам ничего не надо. Жесть. Насколько толкает, еле тачим. Все, хорошо. А у него закисло, тормозу, как мы поедем? А, молодец, не поедем. Колеса спущу. Не вместо, не вместо. Аккумы, аккумы надо купить срочно. Вот я должен монетовать. Ну, сейчас срочно, все магазины в 9 закрылись, вот тебе вам и срочно. На Жиге, на Жиге еще должен быть. На Жиге 4. Уже 4. 4 аккумулятора надо? Я не куплю. Пацаны попросили не снимать, но спустя 30 минут машина уже выглядит вот так. Зато мы сэкономили еще 5000 рублей. Короче, тачка 25 и плюс аккумулятор нам еще отдали. Да, ну мы отдали радиатор. Ну, машину заводит. Главное, не перегрей. Ну, заводит. Ну, рил щитку принимать без проблем. Да, да. Крава в рук. Все, держим. Все, приятное имя дело с вами. Взаимно. Давай еще раз, еще раз на камеру. Включил на камеру. Короче, Паша поехал покупать Жигу за 30-ку, правильно? Да, да, да. Которую мы должны были покупать. Которую мы должны были покупать. Да. Чувак, у которого должны мы покупать Жигу за 30, он предложил ее этому, какого, Паше? Паше. За 30. Они согласились, поехали. Она сказала, типа, ну вас долго ждать. По факту, они у него из бюджета, из нашей, ну, из бюджета 200 тысяч, а дали, он им отдал за 20. Ага. Вот этого пацана же, чуваки, его спалили и сказали, что они ему сверху на руку дали еще 10. То есть, как я понял, не из бюджета, а из собственного кармана. Опа. То есть, есть взятка, правильно? Да, да. Он сейчас ко мне подходит, ну, разговаривает, типа, есть еще машина. Я говорю, ну, как бы, нам от тебя не надо. Я говорю, ты почему так сделал? Они мне дали больше, чем, типа, вы. А мы с ним договаривались на 30. Нам нужно более-менее такие аккумуляторы, чтобы машина смогла завестись. Нам нужно очень, ну, дешевые, 2 200. За один. И не факт, что он заведет. Ничего, нет, просто доедете, заберете его. Ну, у нас он такой же стоит, но... Здорово, бро. Ну, слушай, Дим, извини, пожалуйста, за то, что отвлекаю. Ну. Такой момент. Тут у нас пару машин остается без аккумуляторов, но нам предлагают, ну, просто их отдать. Можно ли принимать в подарок аккумулятор? Не-не, подарок, подарок нельзя принимать. Только купить, да? Только купить, конечно, да. По рыночной цене, но по нормальной цене, типа, не за рубль. Я понял, хорошо, давай. Давай. Постоянно что-то вымучивают, вымучивают, киды варить. Давай их ломать тогда на деньги. Нам, нам ваши машины вот реально нужны с аккумулятором. Блин, и так спасибо за скидку, но нам только с аккумулятором нужны. Ну, и так, мы им эти машины на Упатрахов забираем. Продайте нам их по пятнарику, пожалуйста. Ну, вот. Мы просто на эту рождецу купим, аку мы себе. По две тысячи скинете, но зато вы нас выручаете. У нас те машины стоят без аккумулятора. Выручайте. За 30-го дали, мы ушли. Красава. Спасибо, от души. Спасибо, вы выручили. Алло, я вам звонил по аккумуляторам, да? Да. Так, у вас самый дешевый получается 2 200? Все, верно. Это плюс дачи старого. А если без дачи старого? Это будет плюс дачи старого. Кто-то, кто-то, кто-то предлагал из них нерабочий, нерабочий, нерабочий аккумулятор. По времени его до скольки сегодня? До 10 вечера доставочка. Доставочка организовать до 10 вечера. Все, спасибо большое. Плюс две дачи, дзинь. Почему она свой страх и риск? Потому что Мазду мы еще пока что не заводили. Или заводили? Заводили. Заводили, заводили, но она едет своим ходом. Да, да, водит, она едет. Смотри, смотри, ты обещал аккумулятор к одной машине, но он сдохший. Он сдохший, да. Есть еще один сдохший? Нет, вообще нет. Давай нам хотя бы один. Вот теперь приходится выкручиваться по-настоящему, потому что у нас там машина стоит некоторая без аккумуляторов. И если мы не найдем аккумуляторов, то все, получается, покупка будет зря. Блин, вот так вот начинался бы день. Весело. Итак, так как мы в любом случае либо проиграли уже, либо выиграли, либо нища, уже ничего не изменить, мы просто ждем пока владелец крайней тачки, которую мы сегодня купим, будет дома. Зашли в грузинский ресторан, покушаем вкусно. Паш, я надеюсь, ты тоже сегодня вкусно поел где-нибудь. Блин, ну найти бы время, похвалать, бы куда-нибудь заехать. Вообще я сейчас сегодня даже не кушал. Никто, по-моему, еще сегодня не ел. Ты тоже, да? В Москве было бы, наверное, даже легче бы снять для меня такой челлендж, чем здесь, потому что неизвестная местность, но ладно, это все отмазки. Плюс, что все рядом, но минус, что все по-другому. Первое блюдо – том-ямчик. Второе блюдо – тартар. И на горячее у нас шашлык и свинина. Друзья, я надеюсь, что вы сейчас тоже вкусно кушаете. Вот чем сейчас занимается Паша, прям. Приехали за аккумулятором. У тебя один только. Сколько надо? А надо вообще пять. А, брать, нету. Второе. Помнишь меня? Конечно. Выручай, брат. Пойдем сразу на Мазду попробуем. Есть друзья какие-нибудь, которые готовы нам сейчас по, ну, вот так вот, полтора, косаревого, нормальная кушка? Потому что, наверное, просто сидит, ждет, думает, что он выиграл. Не все так просто. Я готов проиграть, мне как бы не жалко. Но я хочу, чтобы все было честно. Ну, посмотрим, сейчас мы купим. У нас будет, получается, восемь машин. У нее, наверное, уже девять, может быть, восемь, не знаю. А можно сфоткаться? Давай, все равно. Ты же сфотканься? Давай. Скажу срочно, мне надо три аккумулятора. Хорошие. Алло, а есть там? Это нулевик, да, аккумулятор? У тебя нету там включая? ВУ, что ли? По рублю забыли, пацаны. По рублю, а там. Три штуки, да? Три? А больше есть? Нет. Минус тысяча рублей за один аккумулятор. Едем дальше. Включай на полную печу. Здесь не работает печка, брата. Это гран-чатуроки, нормально. А, стоп, стоп, стоп! Я пацану обещал сфоткаться. Сфоткай. Давай. Все, молодина. Давай, удачи тебе. Привет! Хорош! Видишь, сразу попадешь на два канала, еще и тебе гордеется лететь. О, буду смотреть. Все, так? Да. Все, что? Да, полетели. Фу, я бы себя в жизни не простил реально, потому что у меня сейчас чуть с головы это не вылетело. Что, пацаны, вы за гольфом? Да. Здорово, ну мы тоже. Давайте мы его возьмем и все, и разъедемся. Кстати, я думаю, второй раз, когда именно за гольфом приезжает несколько человек. Ребята спрашивают, при чем мы здесь делаем? Мы говорим, за гольфом приехали. Ну, очевидно. Из Москвы. Нас нету. Втроем пролетели, гольфа забрать. На нем поедем Москву, брат. На нем? Да. А что, пацаны, реально уступите на мое или нет? Алло, Тём, ну мы подъехали на место. С кем вы там договаривались? Ну, давай. Ну да, скажи ему, чтобы вышли с дому. Вон сзади кто-то идет. Вручайте, нам нужны не аккумуляторы. Ребят, короче, они в другом гараже, буквально через часок подскочите, все будет на месте. Не, 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 ну, блин, сейчас надо, блин, мне в другом гараже, как сейчас ребенок, пока не могу выскочить. Ну, мы, 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 правда, мы отвезем вас, по-братски, ну, как-нибудь замутиться будет. Нет, я с ребеночком, я пока не могу. А через час не сможем, это мы не успеем даже приехать. Да это будет пол одиннадцатого. Пол одиннадцатого, полчаса, вообще не вариант, мы пока будем лететь отсюда, это другой конец города. Ну, блин, это вариант, пока не получается. Ладно, мы не будем тогда время терять. Ну, да, да, да. Вы что набираете? Наших догнали! Идем на взлетку. Ребята, довольны. Ребята, довольны. чё по суете аккумуляторами это через час аккумуляторы сказали будут понимаешь вот этот который продавец он не отвечает они они до 11 до 10 работают он трубку не берет я замерз зарядку пожалуйста прям сейчас у кого-нибудь мне надо воткнуть прикуриватель быстрее давай давай и прикуриватель тоже аккумулятор сдохший подвезли нам вместе который к тачке прилагался этот аккумулятор если что к peugeot потому что в мазде мазде выдавали аккумулятор правильно он тоже стокший два вздохших аккумулятора две стокшие тачки честно русский метод внимание давай воин приехал пацаны времени вообще мало и не давайте заведем тачку мы ставили уже пацаны накиньте клемму кто там но это последний как мой почти ну все кайф все это достаточно у нас короче бюджет девятнадцать к пацаны на заказа якум продают и 18 готов за тачку дать пацаны готовы уступить все делаем не хватает что я тебя увидел гольф из-под дедушки ехали на место встречи договорились здесь по сделке приобретение трех аккумуляторов получается должен подвести тот самый мужик который ну нам сначала говорил тебе времени час скажи на викторию от него уехали получилось побыстрее поэтому ждем его здесь давайте подороже будет так роман владимирович да 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 очень приятно вы нас осчастливили на сегодня роман владимир спасибо вам большое 3000 за акум и джинь дай бог чтобы они были рабочие давай 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 пяти хаточку за без таки агентский считается по идее на лану нам сейчас и так грубо говоря я буду ехать аккуратно держите все держись давай на русне быстрее самое главное думая об окружающем можешь да еще давай 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 время времени у нас 21 минута мы 10 минут должны там уже быть чтобы тёма смог нормально накрашенную машину поставить не быстрее не тормози давай быстрее брата ну не говори ты нам не тормози братуха но я тебе серьезно говорю так ничего здорово здорово как вижу тебя больше проходила информация что ты покупал жигу вроде как за тридцать по итогу ты как бы торганул за двадцать за сколько ты купил конечно жигу вот эту голубую вот одна шестерка какую бобку за нее за жигу за шесть какого цвета я не знаю вы увидите все сами по крайней мере ну за что-либо там меня потянуть пожалуйста у нас проходим информация что потом еще дал ему десятку как взятку ну кто из парней кто-то подожди давай сначала выясним откуда этот слушок пришел вот я сказал он давай тебе покажу все свои переводы понятно там за меня могли посвятиться кто угодно какой звук на смысле без разницы мы же договорились они больше нет он сказал не больше что они дали 20 не я 20 я не знаю я дал 20 клянусь я реально сейчас можно за каждую машину так говорить но ну я не в теме е ну вообще голос его вот дай еще раз послушать на смысле без разницы мы же договорились все это ты твой голос они больше я и он что-то там ломается да так он в итоге ответил что мы дали больше да да ты остался там номер телефона или счет чего давай его сюда мы еще найдем я люблю когда меня подтягивают и люблю когда это чем-то но опровержать тут я действительно вижу на пруф есть да а пруф есть реально голос на него похож кирпич его зовут киркач киркач алё родненький я сегодня у тебя жигулешку покупал за сколько я у тебя купил я убрать скажи мне пожалуйста а тебе еще не давали денег за эту жигу еще сверху сверху тебе накидывал кто-нибудь вот на видео все будет видно мы стояли ждали и на парковке звонили звонили чувак уже был в недоступе мы потеряли где-то минут 20 потом все нахрен ее поехали за рено вот это вот разбитый а потом туда-сюда что-то пятое-десятое коп чибис говорит у меня шестерка поехали мы приезжаем к нему он говорит все за 25 я вам отдаю мы его давай ломать за 23 за 22 а потом я спрашиваю за сколько ты ее сам купил за 20 я гру по-братски сейчас можно надать за двадцатку подумал ведь забирайте все больше ничего не знаю чё хочешь первый заводить на все бабки с первого раза на три с этого уже даже здесь не ведет ну ладно начинаю с первых ток студиале есть сейчас самый интригующий завода тачек до этого такого не было есть короче прикинь мы продали все из тачки чтобы дешевле стоило даже радиатор радиатор нет можно вот это из-под деда грубо говоря это да самая живая тачка из всех и самая дорогая икс и ну то есть не вообще проблем нет да да я сам доехал реалитетный дарю номер как бы номер у меня стоит 150 тысяч номер посмотрел забирай номер так гольфик у всех гольфов не открываются нормальные двери хорошо идем да самая странная машина вот это а сейчас нидравку точно найду так помню чуть не пропадает а все так ну и крайне на кону 200 как все тачки ну чё я могу сказать отличная работа короче мы сделали максимум в принципе того что смогли реально каждый рубль потратили 8 тачек все завелись и состояние кстати достойно и хочу сказать то что в калининграде реально офигенные тачки то есть за этот бюджет мы полное говно раньше покупали в москве а здесь кайф чё давайте р-двои тот кто выигрывает я напоминаю забирает все весь автопарк так ну чё теперь моя очередь заводить наши тут гольф калининградская поддержка здесь смотри я не знаю как зачитает что это не надо считает что это считается да 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 это нормально так сначала попробую так вот что-то что-то не получается сколько у нас времени минуты ну минуты где-то есть давай пошел аккуратно просто Паша превратился в механика пальцы палец меня обожгло на давай к другой хорошее начало минус одна машина что даже полиция не приедет сюда форт выглядит бодренько да он очень понравился владелец очень хороший ну здесь здесь сто процентов как бы я думал а мы наоборот не доверяем не доверяйте не доверяйте не доверяйте отпусти то загрелась он нет загрелась ну давай нормально интрига включи обратно трещит нервная нервная атмосфера такая что там пацаны говорят самая опасная машина я слышу вот это есть а хум еще сверху нет нет так ну девятка да ну че как волнуешься? вот я сейчас на этой волнуюсь вот на этой? давай и вот эти две тоже давай братан здорово 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 ну еще две штуки чтоб никому кулак не пролетел не мотор не мотор хреновый а может отойдут люди? ничего не будет здорово есть есть не газу не газу больше не надо кульминация кульминация так итак ничья уже есть давай это все у вас ничья уже ничья да если ты сейчас заводишь на тачку то ты забираешь весь автопарк я хочу сказать зрителям что в любом случае поставьте лайк перейдите вниз поставьте лайк подпишитесь на канал прилетели в Калининград за все такой челлендж в любом случае я доволен ну давай короче заводи а лучше не заводи давай 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 флоп 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 все проиграли 9-8 готовы флоп 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 другая делали флоп 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 мы both в бед флоп 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 Надеюсь, когда-нибудь мы наконец-таки выиграем. Ну, а с вами был Дима Гордей, Паша. До новых встреч. Пока-пока.